Мне очень понравился настрой кандидатов партийного актива. Он такой боевой, но при этом, ну скажем так, боевитость проявляется в том, что они находятся в постоянном сопротивлении административному ресурсу и всем тем, скажем так, изобретением Единой России, которая при падающем рейтинге, понимая, что честным способом она не может провести своих кандидатов, с одной стороны давит на кандидатов от оппозиции, снимает их, преследует, угрожает, а с другой стороны вот этот административный пресс на зависимых, на бюджетников, на учителей, на работников детсада значит, просто заставляют, как они называют, программу мобилизации, это у них так называется, которая выливается просто в принуждение и, на мой взгляд, форменное беззаконие. Так вот, партия, компартия в Российской Федерации в Иркутской области, единственная политическая сила, которая противостоит этому беззаконию. Коммунистам, с одной стороны, в Иркутской области легко, а с другой стороны, очень сложно. Почему легко? Потому что есть зримые свидетельства, вот 4 года работы Левченко, и вот после того, как его несправедливо, совершенно незаслуженно вынудили уйти с поста и не допустили до новых выборов, значит, яснее становится, ну, что потеряли жители Иркутска. Вот, допустим, мы в Ангарске посмотрели два объекта. Набережная, которую только лишь благодаря усилиям Левченко и его пробивным характеру в Ангарске была создана, мне очень понравилась эта набережная. И школа, которую 30 лет не могли построить, гимназия номер один. То есть, вот это вот зримое свидетельство того, что созидательные роли Компартии. Значит, я не буду говорить, как там врут единороссы, там себе не имеющие отношения к этому депутаты единороссы, значит, ну, люди-то знают, что это пробил и осуществил Левченко. Вот мы реально можем показать. Вот это созидательная деятельность Компартии. То же самое, кстати, на встрече в Усули-Сибирском по поводу химзавода и вот этому накопленному в ряду. Все признают, вот если бы не Левченко, значит, не было бы и комиссии Госдумы, не было бы соответствующих поручений, не задергалась бы властная вертикаль, хотя бы изображая видимость освоения средств и решения этой проблемы. И только благодаря Левченко, опять же, экологические активисты смогли достучаться до руководства Росатома, до руководства соответствующего комитета Госдумы и сказать, вот здесь безобразие, вот здесь нет проекта, вот здесь вот неправильно, потому что их не слышат. А только благодаря депутатской вертикали Копареву Сергею Георгиевичу и Компартии, значит, здесь есть большие подвижки. И вот отсюда, это с одной стороны легче, наверное, кандидатам, а с другой стороны, вот это вот тотальное административное давление, которое осуществляется, бесконечное вранье, и попытка, знаете, как вот нынешнее общество, оно такое невротизированное, взбалмошенное, сначала ковид, потом переживания по поводу специальной военной операции, теперь санкции тяжелые, они сказываются, в том числе и на работе, на ценах и так далее. Люди в скорлупу свою прячутся и занимаются выживанием, их трудно растормошить, придите, да. Вот есть с одной стороны административная дубина, которая гонит только за Единую Россию, только попробуйте, уволим, расстреляем, ну расстреляем, в кавычках, лишим заработка без средств выживания. И это вызывает, с одной стороны, брезгливость у людей в отношении к Единой России, а с другой стороны, значит, ну да, куда, как выжить в нынешнее время, какие-то перспективы, надо идти и голосовать. А с другой стороны, КПРФ тормошит людей, говорит, придите, заявите свою альтернативную точку зрения, если вы не хотите заниматься политикой, прийти-ка постучиться в ваш дом, всех вас вытащит за шкирку и скажет, дорогие, дорогие товарищи, друзья, вы же с этим согласились молчаливо. Вот точно так же, как с этим усовьским химпромом. Значит, один проект, один вариант развития, другой, третий, да, либо это будет всероссийская, как говорится, свалка ядерная, либо это будет ликвидация вот этого накопленного вреда. Тут развилка большая, и от этого будут определять депутаты. Можно спрятаться у себя в халупе и думать, что тебе это не коснется. А если это самое, не дай бог, выбросы какие-то, от неправильно выбранного решения, в том числе прикрываясь вашим именем, в том числе прикрываясь именем тех депутатов Единой России, которые будут послушно голосовать, говорят, а нам приказали. А тем, кому не приказали, которые будут защищать интересы жителей, значит, их нужно поддержать. Поэтому мы и говорим, давайте достучаться, давайте проводить свою патриотическую мобилизацию, призывать граждане дорогие, поддержите Компартию. У вас больше нету голоса. Мы ваш голос, мы ваш голос. Мы Компартия ваш голос. Мы вас защищаем. Мы не за деньги вас защищаем. Мы по совести, потому что мы за правду. А вот это вот царство лжи, вот это вот болото мерзости, которое наслаждает Единой Россия, вот это вот склизкое, падающее, вот это слюня вам, глистая, вот это вот обволакивающая паутина, единороссовское вот этого принуждения, значит, ее нужно порвать, ее нужно прийти. Тяжело, тяжело, проще спрятаться. Но потом-то будем жалеть. Потом, знаете, это как в Москве, если вы встречались, 82% избирателей голосовало за Ельцина. Но виноваты, что Ельцин творился беззаконно, коммунисты. Почему? А москвичи говорят, а вы нас не убедили, вы нам не рассказали, да? То есть вот все равно виноваты коммунисты. Они проголосовали за Ельцина, посадили это чудовище нам на шею, которое развалило всю страну, а теперь говорят, виноваты коммунисты, вы со своим зеленом нас не убедили. Вот давайте, чтобы тоже не было таких отговорок, значит, мы коммунисты вас убеждаем. Придите, проголосуйте, поддержите нашу альтернативную точку зрения. Нашу альтернативную программу, наши 20 шагов к достойной жизни и преображению России. Поддержите те наши действия по защите ваших интересов. Вот то, что Левченко делает в Государственной Думе по водоносоле и химпрому. То, что мы предлагаем для поддержки сельского хозяйства. То, что мы предлагаем по снижению цен, по контролю над ростовщиками и вот этими торговыми спекулянтами. Потому что обнаглели. А почему обнаглели? Потому что каждый наш законопроект Единая Россия блокирует. Мы говорим, давайте ведем контроль за ценами в этих всех супермаркетах, которые просто оборазили. А нам говорят, нельзя, свобода рынка. Мы говорим, давайте укоротим безобразие и вот то, что творится на государственном телевидении, пропаганда насилия и всяких неподредств. А нельзя, свобода печати. Значит, ну, мы понимаем, что все это отговорки для того, чтобы творить собственные беззаконии. Поэтому нам не хватает ваших голосов, дорогие избиратели. Нам нужна ваша поддержка, чтобы защищать ваши интересы. За вас больше никто не заступится, кроме Компартии. Я думаю, все больше и больше людей это понимают. Поэтому у меня, знаете, такой сдержанный оптимизм от поездки в Иркутскую область, потому что я вижу боевую партийную организацию, которая сражает, отстаивает интересы простого человека, человека труда. Человека труда больше никто не защищает, как Компартия. Бизнесмена малого-среднего бизнеса никто не защитит, кроме Компартии. Бюджетника тоже, потому что вы все равно после всего ваших нагибов и прогибов все равно прибежите, Компартия защитит. Нам, кстати, говорят, вы уже превратились в правозащитную организацию, потому что постоянно пишите запросы, защищаете граждан. А другого механизма, оказывается, в государстве нет. Значит, будет сильная Компартия, значит, будет и сильная защита ваших интересов. Поэтому обязательно нужно прийти 11 сентября и проголосовать. Потом просто, потом не жалуйтесь.